Здравствуйте, братья и сестры, уважаемые подписчики, интернет-портал xg.ru. Мы с вами продолжаем цикл лекций «Новорелигиозные движения. Сектоведение». И сегодня мы с вами рассмотрим тему «Раскол, причины и последствия или истоки идеологии агрессии Запада». В замечательном произведении священномученика Иллариона Троицкого «Преображение души» есть такие слова. На 196-й странице он пишет «Есть ли в истории христианской церкви более печальный факт, чем отпадение от Вселенской церкви Рима?» Действительно, факт сам по себе печальный. Это 1054 год, откол, как он пишет и в другом месте, откол римского епископа от Вселенского православия. Мы знаем из истории священного писания, книги Библии, что первое отпадение от Бога произошло в Эдемском саду. Об этом подробно описывается в третьей главе книги «Бытие». Также мы видим и в четвертой главе, о которой мы как-то уже говорили, альтернативное служение Каина и служение Богу, брата его Авеля, который служит по заповеди. И мы видели, что такое альтернативное служение, помимо заповеди Божией, Каином, приводит его к гражданской, в общем-то, к убийству своего брата родного и, в общем-то, гражданской войне. То есть, любое альтернативное служение не Богу любви, а чему-то другому, оно приводит человека к состоянию агрессии. И эта агрессия проявляется в начале человеческой истории. Каин служит так, как ему хочется, он не служит Богу любви, а значит, служит чему-то стороннему. Есть такая хорошая поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Скажи мне, какому Богу ты поклоняешься, в какого Бога ты веришь, и, можно сказать, я скажу, кем ты станешь». Итак, то, что произошло в 1054 году, это не единственное событие в церковь и ранее. Ну, это событие, конечно же, оно историческое, эпохальное, но, тем не менее, в церковь и ранее, еще и в ветхозаветный Израиль, проникали различные заблуждения и идолопоклонства, которые мы знаем, связано было с Аароном. Когда Моисей ушел на гору Синай, то народ сказал, который был выведен Моисеем, пророком Божиим, из египетского плена, где этот Моисей, мы его не знаем, сделаем себе идола. И таких историй я не буду перечислять весь Ветхий Завет. Мы их знаем, что и в семье праведников были разные идолы, которые хранили их родственники. Например, Рахиль, когда убегала из дома вместе с Аковом, из дома Лавана, то у нее были эти идолы и прочие-прочие истории. Всякое отклонение от служения Богу вызвало в той или иной мере агрессию и вызывало повреждение человека и формирование, как результат отражалось на формировании его личности и формировании народа, который впадал, формирование, в общем-то, культуры народа, который впадал в то или иное идолопоклонство. История новозаветная также в книге Откровения мы с вами, например, встречаем, где говорится о ересе Николаитов. Кто такие были Николаиты? Это был один такой диакон в церкви тогда, еще недалекой, в общем-то, от времен и апостолов. И, по сути, еще и апостолы были живы некоторые из 70 апостолов. И Николай, это был такой диакон, который заразился ересью манихейства, и он сказал, что все материальное – это плохо. То есть, сама материя несет в себе грех. То есть, человек, его тело, оно несет само по себе, по своей сущности состояние греха. Это противоречит Священному Писанию, где сказано о том, что тела – ваша суть, храмство Духа, живущего в вас. То есть, ересь манихейства проникала, и он был настолько увлечен этой ересью, что бил свою жену. И однажды его вызвали на собор по нравственному вопросу, и поставили ему это, и сказали, что это не подобает делать человеку, тем более христианину, тем более обреченным в священный сан. Но он настолько был утвержден в своем заблуждении, что восстал и против собора, и сказал, что вот эта жена, ее тело ничего не значит, вы возьмите ее и делайте с ней, что хотите. Я снова повторю, что таких примеров, как из Ветхого и Нового Завета, примеров заблуждения, мы видим множество, но есть одна очень интересная закономерность. Когда мы видим то или иное заблуждение, отклонение, служение Бога любви, то всегда будет замечено, снова повторю, агрессивное действие, которое формирует как личность человека, так культуру, так и общество. И вот 1054 год, о котором было сказано уже, и священномученик Иларион Троицкий пишет об этом, что может ли быть более печальным событием в истории церкви, чем отпадение Рима от вселенского православия. Нужно задать такой вопрос, какова была главная, основная причина? А причина состояла в том, что папа сказал, что он, в общем-то, глава церкви, как мы знаем впоследствии, и первое еретическое заблуждение было филиоквы, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Таким образом, как бы между Отцом и Сыном есть какой-то межсобойчик того, чего нет у Духа Святаго. И Дух Святой, как личность, он раздваивается в этом учении, и получается такая некая шизофрения в учении, а по сути получается не что иное, как Хулана Духа Святого. Святаго сказано в Священном Писании, что все простится человеком, но Хулана Духа Святаго не простится ни в этом веке, ни в будущем. Далее мы видим после этого раскола его причину, это гордость, в общем-то, папы, желание все взять в свои руки, и политическую, и государственную, и религиозную власть. И далее мы видим восстание Яна Гуса, и вот 1517 год, это Мартин Лютер. Кто такой был Мартин Лютер? Католический монах, который, видя то, что происходит внутри римкатолицизма, решил его подправить. А что же там происходило? Вот это горделивое начало, о котором было сказано. Далее начинают строить собор апостола Петра, денег не хватает, и папа издает булу. Он говорит о том, что причина в том, что Бог не дает построить этот великий собор апостола Петра, в том, что люди плохо каются. То есть, грешники плохо каются, плохое искупление своих грехов. И выходят такие циркуляры, була, не одна и вторая, где говорится о том, что человек, если согрешил, вот, кстати, у святого Илариона Троицкого есть даже целый прескурант, сколько лир нужно было человеку заплатить за тот или иной грех. Но это, конечно, не было так грубо, что сразу надо было заплатить. Просто человеку давались непомерные эпитемии, то есть, непосильные эпитемии, которые он выполнить никогда не мог. Например, 10 раз в течение года съездить в Иерусалим на поклонение святыням, там 100 раз прочитать, например, Евангелие, скажем, что человек такой возможности не имел в середине, в Средневековье. То есть, это там заблуд, еще там он должен за столько-то, какие-то сделать там тысячи поклонов. И тогда сказали о том, что, ну, ничего страшного, если вы этого сделать не можете, вы можете заплатить столько-то лир, мы это все по аббатствам распределим, и тогда в этих аббатствах все, в общем-то, за вас сделают, и грех будет искуплен. Почему возникла вообще такая идея сама по себе? Дело в том, что, вот, кстати, у Илариона Троицкого, святей священномученика, эта глава, из которой я зачитал в самом начале этот текст, есть ли в истории христианской церкви более печальный факт, чем отпадение от сиренской церкви, эта глава называется «Покаяние в церкви, покаяние в католичестве». И священномученик Иларион Троицкий здесь достаточно подробно рассматривает и говорит о том, что эпитемия в православии и в восточном понимании, и в западном совершенно имеет разное значение. То есть, на Западе, если ты согрешил, ты должен за это заплатить, то есть, вот такой юридизм, то есть, неважно, как ты исправишься. Если эпитемия в православном понимании, если человек согрешил, то ему дается эпитемия, чтобы исправить его дело, его совершение, дело его спасения, его духовное внутреннее состояние. То здесь на это совершенно не важно, как ты там будешь исправляться. Важно, чтобы ты понес наказание, заслуженное наказание, заслуженно претерпел за твое согрешение. Поэтому здесь даются такие эпитемии, то есть, если ты что-то сделал не так, то ты за это должен получить, получить по заслугам. Совершенно разное понимание в восточной церкви и в римкатолицизме понимания и поклонения и почитания святых и святых икон. Если, например, православный человек будет молиться, святитель Ильич Николая, или присетай Богородица, помогай нам, а Богородица это вообще отдельная тема, или преподобный Иосиф Володский, моли Бога о нас, то совсем другое будет обращение католика к святым. Будет такое, что дай взаймы, там Игнатий Лайол, например, или Тереза Авильская, дай мне взаймы сверхзаслуг, которыми я бы мог покрыть свои прегрешения. То есть, есть учение о сверхзаслугах, о том, что человек в своей жизни может своими делами сделать намного больше, нежели ему нужно для спасения. Отсюда возникает так называемое заблуждение, еретическое заблуждение о сверхзаслугах, и отсюда возникает вот это вот понимание о том, что человек может своими делами заслужить спасение. То, что называется и было осуждено церквью пелагианской ересью. Действительно, был спор, да, между Пелагием и Блаженным Августином в своих сочинениях. Было такое противостояние, кто-то ссылался на Пелаги, кто-то на Блаженный Августин. Блаженный Августин учил, что человек оправдается только верой, а Пелагий учил, что человек может оправдаться и заслужить спасение своими делами. Примирил их преподобный Анкосиан, который первый сказал о том, и ему принадлежит это слово, синергия, то есть сработничество Бога и человека. Но это все впоследствии, а сейчас 1517 год. Мартин Лютер, католический монах, в общем-то, видя все, что происходит внутри кацелицизма, он был профессор Винтенбергского университета, где учились несколько сотен студентов, семинаристов. И, видя это заблуждение, он воскликнул, что читает священное писание, святоотеческую литературу, отцов церкви никогда и нигде. Пишет он, не видел я, чтобы можно было спасение приобрести за деньги. И тогда он решает подправить римокатолицизм и составляет 95 тезисов, которые называются «Оправдание по вере». Прибивает их на воротах Винтенбергского университета и говорит о том, что никакие дела и никакими делами в понимании то, как это понималось, особенности католицизма, никакими делами человек, да и вообще человек никакими делами не может заслужить себе какого-либо спасения или прощения грехов. Дела – это лишь как показатель нашей веры. То есть, дела – это наше благодарение Богу, хотя Бог ожидает от нас лишь чистого исповедания веры. Но, тем не менее, дела – это как следствие нашей жизни и показатель того, насколько исповедание нашей веры православное. Поэтому Мартин Лютер видит, что главная причина того, что люди верят всем этим заблуждениям, в общем-то, причина того, что люди не знают Священного Писания и Евангелия. И Мартин Лютер начинает переводить Евангелие с латыни на немецкий язык, для того, чтобы оно было доступно всем простым, обычным простым людям. В общем-то, решение его правильное в некой мере и реакция, в общем-то, тоже правильная. Но, как пишет об этом святитель Феофан Затворник, что латыняне веру повредили, протестанты хотели подправить, но сделали еще хуже. Действительно, Лютер впадает в другую крайность, отметая вообще нужность каких-либо добрых дел по заповеди. И говорит, что человеку для спасения достаточно только верить, никакие святые ему не нужны, сверхзаслуги их тоже не нужны, потому что Христос заплатил полную цену за наше искупление. Отсюда многие протестанты, неопротестанты, современные наследуют это отрицание святых, отрицание почитания икон, не зная восточного православного понимания иконопочитания и почитания святых, а часто отождествляя ремокатолическое заблуждение по этому вопросу с православным пониманием, как я уже сказал, иконопочитания и святых угодников Божих. Но все было бы хорошо, но на этой волне, тем не менее, в некой мере, да, что, в общем-то, претензия Лютера была адекватная в какой-то мере, да, и, в общем-то, его действия, просвещение народа тоже, в мере, скажем так, положительное свое направление. Но, тем не менее, там возникает еще целое движение, так называемое анабаптистское движение. Лютер был не один, с ним были его соратники и подвижники, такие, как Никола Шторг, Томас Мюнцер, Иоанн Лейдинский. И, например, Томас Мюнцер говорил о том, что учиться больше не надо. В семинаре он тоже был преподаватель Вентеберского университета. И говорил, что учиться больше не надо, нужно одевать сутаны, идти по миру благовествовать. И Библию нужно понимать так, как вы это считаете нужным. Первое откровение, которое на вас не зайдет, так и толкуйте его, оно будет верным. Вот в Томасе Мюнцере можно видеть предшественника сегодняшних харизматических, эпидесятнических, неопидесятнических направлений, где одной из главных составляющих их вероучения является личное получение откровения, а свыше для толкования библейского текста. Да, были более и радикальные последователи Лютера, так называемое анабаптистское движение, как я уже сказал, анабаптизм с греческого переводится как перекрещивание. Если баптизу с греческого будет как крещение, то есть полное погружение в воду, то анабаптизм это перекрещивание. Они перестали, реформаторы перестали признавать ремокатолическое крещение и заявили, что человек должен понимать, что он делает, в младенчестве крестить нельзя. И вот этот Иоанн Лединский, он возомнил себя, вообще объявил себя там царем Давидом, сказал, что здесь первые, может быть, ну не первые, а некоторые элементы хлыстовства мы также можем видеть, когда человек заявляет, что в нем вселился дух того или иного пророка или Христа. Иногда молодые особы говорят, что в них вселяется дух и Христовой Богородицы. Яркий пример современности хлыстовства – это секта Виссариона, о которой у нас будет отдельная тема. И он сказал о том, что он царь Давид, в общем-то в нем также и вселился дух апостольский, поэтому все должны перекрещиваться и приносить, как во времена апостолов, к его ногам все, что есть, все их свои имения. Как об этом описывается в пятой главе «Деяния апостолов», когда люди по своей доброй воле делали пожертвования на миссию церкви, приносили в Иерусалим, придавая свое имение, кто сколько мог, объявляли об этом. Известна эта история. Но здесь Иоанн Лейденский сказал о том, что нет, вы должны приносить мне все, я царь Давид. Ну, раз он царь Давид, он объявил, между прочим, в городе Мюнцери полигамию, сказал, что ему можно много жен, и, в общем-то, можно и другим. Царила страшная была ситуация. И некоторые люди отказывались приносить и отдавать свое имение. Тогда этот Иоанн, в одной руке у него было Евангелие, которое Лютер перевел в какие-то части, а в другой меч. И он, собственно, наручно ходил и рубил головы тем людям, которые были не согласны с тем, о чем он им говорил, не согласны отдавать свое имение. Но он был не один, он уже собрал тысячное войско, и, по сути, в центре Европы начался грабеж. Не верите? Всегда говорю о том, все проверяйте, мало ли что вам где скажут. Можете открыть словарь Брагаус Ефрон, если доверяете, Википедия, пожалуйста. Все это было начало 30-летней, так называемой 30-летней крестьянской войны в центре Европы с 1523 года, которая продолжалась, так называясь 30 лет, которая продолжалась этот период, 30-летний период. За это время в центре Европы было убито по самым скромным подсчетам 8 миллионов человек. По самым скромным. Это не мое замечание, это как раз в Википедии, так сказано, по самым скромным подсчетам. Некоторые говорят до 10 и до 15 миллионов. За 30 лет даже 8 миллионов – это очень много, учитывая то, какое оружие было тогда, массовое уничтожение, скажем. Поэтому откуда берется эта агрессия? Как следствие этой агрессии? Это откол. Сначала откол римского епископа, потом искажение основ понимания библейского текста. Теперь мы уже видим, что один из этих реформаторов взомнил себя вообще царем Давидом. То есть агрессия возникает как результат того, что человек берет за, или кого человек берет за объект поклонения. Если человек уклоняется от Бога, о котором сказано, Бог есть любовь, то всякая имитация его благородных поклонений, или благородных поступков, она будет лишь только имитацией, но не будет поклонением как таковым Богу любви. И всякое такое отклонение ведет вот к таким последствиям. Что же дальше произошло с этим анабаптистским движением? На это все очень долго смотрели внутри на эту войну те же и католики, и другие окружающие, и король шведский. Да, здесь возникает три основных движения. Кальвинизм, последователи Кальвина. Между прочим, Кальвина звали Женевский Папа. Почему? Потому что, в общем-то, протестанты нового ничего не придумали. Если там был Папа Римский главный, то здесь теперь стал главным лидером того или иного движения. И его слово, то, что он как определял вероучение того или иного направления, оно было как последней инстанцией истины. И так возникает лютеранство, кальвинизм и англиканство. Вот эти три направления. В полном смысле это слово можно назвать протестантскими, потому что они хронологически имеют отношение именно к периоду реформации. Что же дальше? Смотрели на это долго, но потом войска, правительственные войска, на эту крестьянскую войну, некоторые здоровые, скажем так, силы объединились. И, в общем-то, эта война была подавлена. И куда же отправились приверженцы анабаптизма? А приверженцы анабаптизма отправились в Америку. А через какую страну? Через Испанию нет. Потому что в Испании еще в середине XIX века горели костры инквизиции. Туда было нельзя. Там проявляют свою твердость и даже жесткость католики. Они отправились через Голландию. К тому времени уже Колумб открывает Америку с этой части Атлантического океана. И они, пересекая океан, плывут в Америку. И вот распевают песни. Они читают Ветхий Завет и высаживаются на этот континент. И здесь они встречаются с народом, в общем-то, с коренными жителями этого континента, индейцами. Они начинают прививать те же самые правила и применять к ним те же самые правила, как и в Европе. То есть они говорят о том, что им нужно и необходимо принять анабаптизм, принять их понимание Священного Писания, принять их понимание поклонения Отцу и Сыну Святому Духу. На что индейцы, в общем-то, отвечают отказом и даже воинственными действиями. Потому что и они применяли некое насилие по отношению к ним, к коренным жителям этого континента. И тут индейцы, да, им вот надо так. А индейцы, ну, курили они там свою трубку мира на протяжении многих столетий. Так и не хотели ничего принимать. Но они сказали, не хотите. И результат нам тоже известен. Долго говорить о нем не надо. Одних споили, других загнали в резервации, а третьих просто уничтожали. И вот, например, советский синематограф, вернее, даже американский в большей мере, он показывает, что якобы индейцы, вот они снимали скальпы и проявляли жестокость к пришедшим туда европейцам. Но на самом деле было все с точностью наоборот. Это европейцы, насильственно навязывая свое понимание веры и свою веру, именно насильственно. А те индейцы, которые не соглашались, они их также убивали. И снимали скальпы. И целые корабли с этими скальпами шли в Европу. Для чего? Для париков. Индейцы известно, что у индейцев были очень хорошие волосы. А мода на парики тоже, известно, в Европу пошла по причине вшивости. В общем-то, вшей было много, и вывезти их было очень сложно. А парик снять, постирать и обработать специальными средствами, которые были тогда доступны, в общем-то, не представляло труда. Поэтому, а индейцы уже, в свою очередь, они мстили. Так, бледнолицам и тоже снимали с них скальпы. Вот что сделали европейцы, которые приехали туда из Европы. Это так называемое, в общем, сектантское набаптистское движение. А причина была вся в том, что они по-своему начали интерпретировать Священное Писание. Сначала по-своему начал понимать главенство Церкви Папа Римский. По-своему стал понимать исхождение Духа Святаго, разрушая тринитарный догмат о исхождении Духа Святаго от Отца и рождения Христа, также от Бога Отца. Поэтому, все это результат вольного и произвольного прочтения текстов Священного Писания, отчего, в общем-то, всегда предостерегали отцы Церкви. Потому что понимание по-своему, не в Духе Святом, не в Святом Предании, это всегда, так или иначе, приводит вот к таким вот, очень краткий исторический обзор, к таким агрессивным действиям. Итак, мы видим, что откол римокатолицизма от Вселенского Православия влечет за собой такие печальные события, которые происходят, мягко говоря, печальные, да, в центре Европы. Это действительно возникает целое баптистское движение, которые приезжают в Америку, уничтожают, в общем-то, стремясь проповедовать своего Христа в своем понимании, насильственно пытаются навязать веру индейцам. Индейцы сопротивляются, как я уже сказал, в них уничтожают, и вот других там резерваций загоняют. И вот что интересно, что сегодня, как-то спрашивал у одного такого знакомого, знают ли индейцы свой язык, сохранили ли они свой язык индейский. Он говорит, что нет. В общем-то, индейского языка сегодня нет. Таким образом, что произошло? Произошла аннексия чужого материка и, по сути, геноцид коренного населения. Поэтому не надо сегодня удивляться, почему такая агрессия идет именно с того континента. Снова повторю, что никакая культура и идеология не возникает на пустом месте. Все это результат тех исторических событий, которые были примерно 500 лет назад. Потому как коренные жители Америки будут считаться теперь уже те люди, которые впервые, впервые тогда достигли этого континента. Я уже не говорю о том, что отказавшись в своем таком рациональном прочтении священного писания от таинств, начали изобретение нечто таинственное на свой лад. И Америка, начиная примерно с 17-18 века, погрязла и в спиритизме, и в оккультизме. И как мы с вами видели на прошлой встрече, что в 1875 году возникает теософское общество. Но до этого, примерно за 100 лет, были различные спиритические группировки, где главным интересом жителей этого континента, приехавшим туда европейцам, вызывало общение с мертвыми. То есть общение с духами умерших, своих родственников или прочих своих, с кем они хотели проделать эти эксперименты. Поэтому все эти вещи, так или иначе, для человека, знакомого с этими историческими, религиозными процессами, они очевидны и не вызывают никаких больших вопросов, а почему именно такая вот агрессия, которую мы видим сегодня, она сформировала менталитет этой так называемой великой нации. Что касается вероучительной стороны, не исторической вероучительной, как же нам необходимо понимать правильно священное писание, и есть ли критерии истолкования священного писания. Да, критерии истолкования священного писания – это святое предание. А святое предание понимается важным принципом, который был отцами церкви определен на V-VI Вселенском Соборе консенсовом патрум. То есть отцы церкви могут говорить потельным вопросом по-разному. Один немножко сказал так, другой так. В общем, говорят об одном, но с разных сторон. И человеку, не приучившему свой слух к прочтению отцов церкви, патрологической литературы, может показаться, что здесь есть противоречия. На самом деле это не совсем так. Но, тем не менее, отцы церкви V-VI Вселенского Собора сказали, что понимать отцов нужно следующим образом. То есть консенсовом патрум, согласие отцов. И они определили 12 отцов. А в дальнейшем было определено 3 отца. Святитель Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Если 3 отца говорят по тому или иному вопросу одинаково, значит, это будет учение церкви. Повторю, что это не просто придумка или выдумка. Это определение Вселенского Собора. Вселенский Собор – это голос Святого Духа. Когда возникали какие-либо вопросы, мы знаем это книги из книги «Деяния апостолов» 15 главы 28 стих, когда возник вопрос, иудеи поставили вопрос, неофиты иудеи, входящие в христианскую общину апостольского времени, сказали, если не обрежутся, помните, многие это знают, не спасутся, то был созван Собор, Иерусалимский Собор 52 года, где было определение. Изволить нам и Святому Духу. Не налагать на вас ни на какого времени, кроме сего. Удавлено, блуда, воздерживайтесь, крови, дел жертвенного. И как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы с другими поступаете, будьте здравы. То есть, изволить Святому Духу и нам. Собор – это всегда голос Святого Духа. Его определения не обсуждаются, а принимаются и исповедуются. И здесь также собирается Собор и говорит о том, что в Священном Писании понимается консенсум патрум, то есть согласием отцов. Об этом обещал и также наш Спаситель, когда перед своим Вознесением он сказал, что пошлю вам Духа Святаго, который вас наставит на всякую истину и напомнит все, что я говорил вам. То есть, определение Собора – это наставление Святым Духом в понимании текста Священного Писания. Само Священное Писание говорит о необходимости святого предания. Какая ошибка здесь у многих протестантов и сегодняшних их последователей, неопротестантов, в устолковании текста, например, адвентистов, баптистов, разных харизматических движений. Все они отвергают святое предание на основании текстов, которые записаны в Евангелии от Марка, 7 глава, 8 стих, и Евангелие от Матфея, 15 глава, 3 стих. Там сказано, Спаситель осуждает иудеев за то, что они держатся предания старцев. Он так и пишет. Как вы, отвергая заповедь Божию, держитесь предания старцев, омовения кружек, ложек и прочие утворения. Но при этом отвергаете заповедь Божию. Спаситель здесь говорит о предании человеческом. Можно, всегда говорю, нужно открыть и проверить. Ибо вы, пишет 7,8, Евангелие от Марка, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Какое предание? А Евангелие от Матфея, это будет параллельное место, 15-3. Какое предание отвергает Спаситель? Человеческое. Но об апостольском предании пишет апостол Павел в 1-м послании к Коринфянам, 11-я глава, 2-й стих. Он пишет так. Хвалю вас, братья, что вы держитесь предания, так как я передал вам. Далее. Некоторые говорят, что предание, это как раз, новопротестанты могут сказать, что предание, это как раз, вот, 27 книг Нового Завета и 39 Ветхого. Не совсем так. Апостол Павел в послании Фессалоникийской церкви во 2-м послании, 2-я глава, 15-й стих пишет. Стойте, братья, держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Заметьте. Предание, слово и послание. Держитесь предания, которым вы научены раз, слово, Библия, Священное Писание и послание, которое мы с вами читаем. То есть, есть три составляющих. Предание, слово, Библия и послание. Поэтому я спрашиваю всегда у него протестантов, как вы соблюдаете то предание, о котором сказано в Библии, в апостольских посланиях, что их необходимо держаться. И они, которыми человек научается. Здесь же, во 2-м фессалоникийцам, 3-6, есть такие слова. Отвращайтесь от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, как мы передали вам. То есть, предание, это не то, что мы придумали, а то, что приняли и сохранили. Вся полнота догматического богословия церковь была дана в день Пятидесятницы. На церковных соборах лишь церковь отметала те заблуждения, которые делали попытку проникнуть в церковь Божию. Всякое заблуждение вводит человека от пути спасения. Поэтому и соборы делали эти определения и говорили, как церковь Божия верит и исповедует Христа, и как она не верит во Христа. Вот эти вот важно это понимать, что предание это не то, что мы придумали, а то, что приняли и сохранили. Поэтому мы видим с вами из истории, которые я так кратко постарался рассказать, о истории первого откола Рима от вселенского православия, к чему приводит вольная интерпретация понимания Священного Писания. Оно приводит к ложному пониманию служению Богу. Служению Богу. Как это привело в начале человеческой истории ложное понимание заповеди Божьей Каина. И мы видим последствия такого ложного поклонения. это агрессия. Каин убивает Авеля. Последствия откола римского это привело впоследствии, как мы видим, анабаптистскому движению также к агрессии. То есть, таким образом, рассматривая те или иные исторические события, мы можем сделать такое заключение, что всякое уклонение от правды Божьей, поклонение Богу, о котором сказано, что Бог есть любовь, приводит человека к некому состоянию, к некой деградации, а общество в общем-то к состоянию агрессии. Что и показывают те события, особенно сегодня, ярко, что происходит, и мы порой даже удивляемся, как же это так, вроде бы культурно просвещенная Европа, но нужно, может быть, сказать еще и два слова по этому поводу, что весь протестантизм, он знает только внешнее исполнение заповеди Божьей. Протестантизму и неопротестантизму в особенности незнакомо такое понятие, как внутреннее делание, то есть внутреннее аскеза, то есть отсечение уже на уровне помысла, греховного пожелания им незнакомо. То есть, если мы с вами и многие, наверное, встречались с неопротестантами, когда вы слышали от них, что они говорят, а мы уже не грешим, у нас уже все в порядке, то есть они рассматривают лишь только внешнюю сторону, но внешний человек может казаться приятным до поры, до времени, если внутри его разгорается пожар страстей, с этими страстями у него нет никакой методики борьбы, это рано или поздно прорвет, и вот можно сегодня сказать, оно и прорвало, то есть внешняя сторона, она лишь только является внешней, поэтому человек, как сказано, разбей младенцы о камень, то есть, если человек пресекает, а это известно восточному христианству, пресекает эту агрессию уже внутри себя, то здесь нет этого состояния, которое, в общем-то, можно назвать лицемерием, внешне я хорош, а внутри меня все вы, да, ты плох, все плохие, я хороший, это мягко, опять же, говоря, поэтому из всего этого видно, что всякий откол, всякое разъединение с Церковью Божией, и чем оно дальше, тем хуже, оно в той или иной мере формирует и менталитет человека, и, в общем-то, культуру общества, поэтому раскол, причина и следствие, его мы сегодня увидели, и также увидели то, что я и старался подчеркнуть в сегодняшней встрече, это религиозные истоки идеологии агрессии Запада, да сохранит нас Господь от уклонения исповедания нашей веры, и можно только сказать в завершение Русь святая храни веру православную. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров